Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена очень интересному вопросу ПБУ 18-02 и вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефонные номера, телеграм-контакты и адрес сайта. Вы можете вернуться на наш сайт немного позже, если вам оказалось неудобным время проведения. Мы выкладываем записи наших вебинаров и возможно вы найдете для себя еще какие-то интересные материалы. Итак, программа нашего вебинара на сегодня достаточно обширная. Мы постараемся уложиться в небольшое время, которое нам отведено. На самом деле про это ПБУ можно говорить стихами очень долго. Это в общем-то любимая в кавычках тема бухгалтеров многих, но в общем последовательно мы поговорим с вами про то, кто применяет это ПБУ, какие есть у него особенности, какие изменения произошли в новой редакции и извиняюсь, прошу прощения, вот так. И поговорим про то, что изменили эта новая редакция, что изменила в учете. Поговорим про настройки, которые необходимо сделать в ERP, про административные, так сказать, шаги, каким образом узаконить изменения в настройках программы. И если успеем, поговорим немножко про дополнительные сервисы, которые у нас есть и, собственно говоря, так сказать, немножко меда в бочке тегтя. То есть, что у нас конкретно нам облегчит жизнь в связи с применением этих ПБУ. Начнем мы немножко с исторических моментов, поговорим и восстановим в памяти, что такое 18-е ПБУ. И построена наша сегодняшняя встреча будет таким образом. Нормативные материалы мы смотрим с вами на слайдиках, вот таким образом. И переключаемся, вот я сейчас переключусь, переключаемся на демо-базу ERP и смотрим на демо-базу то, о чем поговорили теоретически, то есть про настройки, про тонкости, которые у нас есть и при работе с программы, ну и, собственно говоря, про все, что успеем втихнуть в наш сегодняшний график. Переключаемся снова на демо, на нашу презентацию и начинаем мы вот с какого момента. То есть, в 2024 году, как вы знаете, мы должны вести бухгалтерский учет, опираясь и на ПБУ, и на ФСБУ. 18-е ПБУ, то есть ПБУ 18-02, это достаточно давнишнее, в общем-то, положение, которое действовало еще в старой редакции, когда мы работали только по ПБУ. Но, собственно говоря, это ПБУ очень интересно, потому что оно призвано с помощью бухгалтерских проводок нивелировать расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом. То есть, ну, в общем-то, подружить два совершенно разных типа учета между собой. Ну, единственное утешение, что это ПБУ 18-02, называется оно учет расчетов по налогу на прибыль, должны применять только те организации, кто является налогоплательщиком этого налога. То есть, соответственно, упрощенцы, специи, режимы другие, то есть, патент и так далее, не обязаны применять это ПБУ, но тем, кто не повезло, естественно, вынуждены применять его в учете. И, в общем-то, основная особенность это то, что при применении этого ПБУ у нас возникают разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, и, соответственно, из-за этих разниц мы, собственно, и разбираем данное ПБУ. То есть, у нас возникают постоянные и временные разницы. В разных редакциях они назывались немножко по-разному. Начнем мы с исторических, так сказать, названий. То есть, постоянные разницы. Это у нас, когда возникают постоянные расхождения и которые оказывают или не оказывают влияние на расходы. То есть, соответственно, если на расходы они влияют, то у нас уменьшается налогоблагаемая прибыль или не уменьшается. И на доходы, соответственно, тоже доходы либо увеличиваются, либо уменьшаются. То есть, сильнее применятие 18 ПБУ могут, ну, во-первых, кредитные организации, банки, избавленные от такого счастья, госсектор, то есть муниципальные, унитарные и другие предприятия. И организации, которые правят применять упрощенную бухгалтерскую отчетность. Как вы помните, у нас упрощенку могут сдавать по бухгалтерскому учету. Это малые предприятия или предприятия, которые не вели деятельности. Ну, естественно, нам надо помнить, что если мы относимся к малым предприятиям, то нужно предварительно проверить включенное ли предприятие в реестр МСП. Собственно говоря, поскольку мы в этом ПБУ, так сказать, экспериментируем по налогу на прибыль, то у нас идет корреспонденция с 99 счетом. То есть, если мы делаем проводки 99 счет 68, ну, субсчет по прибыли, то, соответственно, эти проводки мы должны задать на стройках. Посмотрите, что у нас на стройках. Но у нас практически все формирование налога на прибыль происходит почти в автоматическом режиме. И здесь вот про что надо помнить, то, что у нас, когда мы сдаем бухгалтерскую отчетность, то мы сдаем форму номер 2, то есть отчет о финансовых результатах. И, соответственно, у нас должна соответствовать прибыль по этому отчету и по декларациям. Немножечко истории. То есть у нас, естественно, когда мы работаем с этими разницами, что такое постоянная разница, то есть та, которая никогда не будет принята в налоговом учете. И вот на этой картинке, на этом слайдике, вы видите и проводки, которые сопровождают постоянные разницы, и, собственно говоря, пояснения, когда они у нас возникают. Точно такой же слайдик, только по вычитаемым разницам. Это раньше, в предыдущей редакции они у нас назывались вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы. В более поздней редакции они у нас получили другое наименование. Мы про это еще с вами поговорим. То есть, соответственно, это мы восстанавливаем, так сказать, в памяти теоретическую базу. И сейчас посмотрим, в каких случаях у нас возникают какие виды различий. То есть разница. Это вычитаемые разницы. И посмотрим проводки, которые при отражении погашения в учете оно и она. То есть, что такое оно и она, захотел бы лучше не скажешь. Отложенные налоговые активы, это она. И оно, это отложенные налоговые обязательства. Вы видите на экране проводочки, которые сопровождают это волшебное действие. Ну, а мы с вами будем двигаться дальше. То есть наша задача, на самом деле, добраться все-таки до настроек, которые необходимо сделать в ERP. То есть мы с вами сегодня будем рассматривать именно ERP, как базу, на которой мы все смотрим. Но, естественно, 18-е ПБУ учтено и в бухгалтерии, и в других конфигурациях. То есть, собственно говоря, по-разному, но во всех 1С-овских конфигурациях, все, что связано с налоговым учетом, естественно, учитывает и требования этого ПБУ. Значит, расчет оно и она, это у нас произведение временных разниц на ставку налога на прибыль. Ну, естественно, оно возникает, когда у нас есть такие операции, собственно, существуют. И вы видите, что здесь у меня показаны проводки и строки баланса, где у нас будут отражены данные информации. Ну, собственно, это у нас 0,9 счет, по балансу у нас будет вот такая строка. И 77 счет, который по балансу у нас отражается вот в таком счете. И сальдо 99 счета, который отражается по строке 13,70. И, собственно, мы при составлении баланса должны проверить, все ли у нас здесь корректно. Ну, собственно говоря, что для того, чтобы у нас все корректно работало, мы должны сделать программу. Ну, и вот мы и перебрались к основной теме нашего вебинара. То есть для того, чтобы настроить применение ПБУ, мы, естественно, будем использовать новую версию. Новая версия у нас практически применяется с 2020 года. То есть был переход с 2019 на 2020 год, когда поменялась редакция ПБУ 1802. Но на данный момент мы работаем именно по ПБУ. И, к сожалению, ФСБУ у нас еще не принято. Но, собственно говоря, поскольку ПБУ 1802 было принято именно потому, что мы в то время достаточно хорошо дружили с международным сообществом, пытались ввелиться в их ряды, мы, собственно говоря, старались приблизиться к МСФО. И данное ПБУ у нас возникло именно на этой почве. Для того, чтобы выполнить настройки, и сейчас я покажу вам слайдик именно с настройками, а потом мы переключимся на демобазу, и уже будем смотреть по ходу пьесы, какие мы должны действия делать. То есть, как вы помните, у нас есть учетная политика, в которой устанавливаются требования к бухгалтерскому учету и к налоговому учету. Сейчас мы с вами переключимся на наш пример. Напомню, что мы с вами смотрим демобазу на базе ERP. И, соответственно, в этом случае мы с вами говорим про учетную политику. И, как обычно, такие глобальные настройки у нас расположены в разделе НСА и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. Переходим в этот раздел. И здесь у нас есть сведения про наши организации, про наши юридические лица. Мы переходим по этой ссылочке, то есть у нас есть раздел, называется НСА. Нас интересует конкретно карточка любого из наших предприятий. Хочу сразу оговориться, напомнить, так сказать, в ERP мы учетную политику можем делать не индивидуально, как в бухгалтерии, а делать учетную политику, например, одну, и потом ее прикреплять к разным юридическим лицам, использовать для разных юридических лиц. В бухгалтерии, например, мы делаем учетную политику индивидуально для каждого юридического лица. Ну, мы, например, возьмем такое мое юрлицо, как деловой союз. Я перехожу в карточку юридического лица, и у меня здесь, кроме общей информации, регистрационных данных, есть закладочка учетная политика, и именно она нас и интересует. Как вы знаете, здесь у нас по ссылке «Изменить» мы можем перейти в нужный нам раздел, и нас с вами интересует, ну, во-первых, система налогообложения, то есть если переходим по вот этой ссылочке, то мы с вами попадаем в настройку «Общий режим налогообложения» или, например, «Упрощенный». Ну, ЕНВД у нас сейчас не используется, поэтому мы просто проверяем период, с которого применяем эту учетную политику, и, соответственно, история, если она нам нужна. Ну, мы устанавливаем, естественно, что у нас общая система налогообложения, и теперь у нас учетная политика для бухгалтерского учета и, соответственно, для налогового учета. У нас отдельная настройка. И вот мы переходим по гиперссылке «Изменить», и первое, что нам доступно на закладочке «Основное», это и есть ПБУ-18. Как вы видите, здесь достаточно много ссылок на справочные материалы. Если я вот совсем ничего не знаю и не слышала ни разу про ПБУ, я могу ими воспользоваться. Во-первых, вот эта ссылочка, которая меня отправляет к справочным материалам 1С, доступные вам по подписке ИТИ. Ну, здесь мы не останавливаемся. На самом деле, здесь я должна выбрать, каким образом я веду учет по ПБУ. При смене старой версии на новую версию у нас добавилось отражение балансовым методом и балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Вот здесь... Во-первых, я могу воспользоваться вот такой ссылочкой. А во-вторых, мне в этом случае можно использовать вот такой вариант. Ну, я выбираю балансовый метод, поскольку считаем, что он для меня самый подходящий. И по вопросительному знаку у нас возникает контекстная справка, то есть, что это такое. И ссылка на материалы печатных изданий, то есть, на материалы журнала «Бог учет» фирмы 1С. И я могу поподробнее перейти на, соответственно, рекомендации и справочные изменения, справочные материалы, которые касались данного вопроса и как он изменялся и происходил. То есть, кроме того, что у меня здесь доступны конкретные варианты помощи. То есть, есть еще и вот такая справочная ситуация. Ну, и, соответственно, поскольку на закладочке основное именно 18-е ПБУ, мы другие не будем рассматривать закладочки. Так, мы отсюда с вами выходим, то есть, закрываем нашу контекстную справку, вот такой вопросительный знак, и считаем, что мы здесь уже все настроили. Единственное, что хочу сразу отметить, что поскольку у нас практически в 2024 году достаточно много уже было изменений, и анонсирована фактически налоговая реформа очень крупная, то учетную политику мы с вами должны не только проверить, но и соответствующим образом утвердить и ввести в действие. Как вы знаете, учетная политика утверждается до начала Нового года, то есть в декабре, и у нас это сопровождается документами приказ о введении учетной политики и утверждение самой учетной политики. Надо обязательно сопровождать все изменения, которые вносятся в учетную политику документально, то есть бумажными, ну, фактически документами, которые доверены печатью и подписью руководителя. И обратите внимание на то, что приказ о вводе учетной политики в действии должен быть датирован предыдущим годом. То есть, например, на 2024 год мы учетную политику должны ввести 31 декабря, потому что если мы поставим, что она у нас введена в действие 1 января 2024 года, то фактически учетная политика будет действовать с 1 января 2025 года. То есть, соответственно, мы помним с вами, что мы должны оформить в бумажном варианте и, соответственно, регламенту утвердить эту учетную политику. Поскольку менять ее придется достаточно много, кроме применения ПБУ, есть еще и другие изменения, то стоит внимательно просмотреть вашу учетную политику, внимательно продумать, что вы будете в нее включать. И, соответственно, принятым изменениям оформить. То есть, либо принять новую учетную политику, естественно, приказ о применении новой учетной политики, либо внести исправление, изменения в учетную политику и эти изменения в учетную политику утвердить, соответственно, то же самое приказом. Сейчас мы с вами немножко переключимся на слайдики. Это вот мы с вами видим на экране тот интерфейс, который только что с вами посмотрели. А вот данная картинка очень точно отражает попытки 18-го ФСБУ подружить российский учет с налоговым и с МСФО. На самом деле в 2020 году, как я уже говорила, у нас вступила редакция новая в действие. И это, собственно, новая редакция содержит два вот этих метода. Балансовый метод и балансовый метод с сражением временных разниц, о чем мы с вами только что поговорили. Кроме того, что мы с вами заполняем справочники, у нас здесь есть возможность подготовить все документы для того, чтобы формализовать, так сказать, новые изменения, которые мы внесли. Или уточнить изменения и так далее. Значит, как это у нас выглядит в натуре, так сказать. Значит, снова переключаемся на наши примеры. И теперь, значит, после того, как мы вошли и в бухгалтерский налоговый учет, после того, как мы вошли в изменения, изменить по налоговому учету, обратите внимание, что период действия мы указываем, не забываем, что нам нужно указать до начала года или с момента принятия законодательных изменений в учетную политику. Значит, и здесь мы задаем сведения. Если у нас есть обособленные подразделения, то, соответственно, выбираем вариант, который нас устраивает, который мы применяем. И каким образом мы уплачиваем платежи. То есть, соответственно, ежеквартально, ежемесячно и по фактической прибыли. Вот после того, как мы сходили во все эти разделы и внесли исправление, значит, через кнопочку «Еще» нам доступны, видите, вот такие дополнительные действия. И в этом случае я могу использовать для формализации, скажем так, всех изменений, которые я внесла, кнопочку «Отчеты» и здесь мне доступны и учетная политика, и описание процессов. Что это такое и для чего я его могу использовать. Значит, учетная политика – это фактически печатный образец того, что я только что натворила. То есть, я могу тупо его распечатать и как бланк использовать, заверить в установленном порядке и подшить свои нормативные локальные акты, как вы знаете. И аудиторская проверка у нас начинается с того, что у вас затребуют учетную политику. Ну и, естественно, не дай бог налоговая проверка, вы знаете, у вас тоже затребуют документы. Но здесь есть одна очень интересная особенность, если, например, у вас несколько юридических лиц, например, ну, некоторое количество ваших юридических лиц используют общую систему налогообложения и одну и ту же учетную политику, вы можете проверить, насколько корректно вы заполнили сведения первоначальные, то есть, насколько корректно ваша программа, конфигурация будет работать и все ли вы при этом учли. Я могу использовать вот такой функционал, то есть поставить в чекбокс такую красивую зеленую галочку и выбрать свои юрлица, ну, то есть либо все, либо какие-то конкретные, ну, например, вот там металлсервис я выберу, ну, и пусть будет еще проморесурс. Вот я, значит, выбрала нужные мне юридические лица и кнопочкой «Сформировать» получила вот такую таблицу, где у меня будут отображены все настройки, и я смогу проверить, не пропустила ли я каких-то... Ну, то есть у меня, например, одна учетная политика для всех них, или я для каждого сделала свою учетную политику, и теперь проверяю, не перепутала ли я какие-то настройки, ну, то есть получается вот такой отчет, который имеет печатную форму. А если... Так, это мы закроем с вами. Если я использую описание процессов, то в этом случае у меня получается более наглядное. То есть у меня даются сведения по тому, что я настроила, и на какие вопросы должна была дать ответы. То есть, ну, естественно, не дать ответы, а в соответствии с нормативными документами, со своей регистрацией заполнить нужные сведения в справочнике организации. При работе со справочником организации я хочу обратить ваше внимание вот на что. То есть я когда заполняла, поскольку у меня была демонстрационная база, я откровенно халтурила и половину сведений не заполняла. Ну, например, вот вы видите, здесь не заполнены у меня ОГРН, АКВЭДы, допустим, адреса и телефоны я тоже не до конца заполняла. И регистрационные данные, то есть видите, у меня указано, какие данные заполнены и не указано, не указано. То есть если я пропускаю какие-то сведения из справочника организации, например, или из других каких-то справочников, программа работать будет. То есть я задала основные настройки через инсы и администрирование, активировала дополнительные опции, которые мне необходимы, и помчалась голопом по Европам, то есть не заполняя дополнительных сведений в карточке контрагента, в карточке организации, я помчалась дальше. Это помчалось дальше, мне отыграется, то есть при формировании регламентированных отчетов, при формировании доступа к некоторым сервисам, мне и кнется, и программа предложит заполнить эти сведения, но уже из-за других регистров, то есть такое заполнение справочников мне обернется немного более трудоемким процессом, то есть, естественно, я смогу это исправить, но немного более трудоемко, потому что мне нужно будет делать дополнительные шаги, чтобы, например, активизировать возможность редактирования справочников и так далее. Снова возвращаемся к нашим слайдикам, и это вот мы с вами видим слайдик по отчетам описания процессов и слайдик, который показывает сравнение, то есть как я могу сравнить учетные политики своих организаций, своих юридических лиц. И здесь еще мы с вами поговорим вот о чем, то есть, если мы выбираем балансовый метод, в балансовом методке однозначно трактуются временные разницы, а в предыдущих вариациях, в предыдущих релизах они назывались постоянной разницей, то есть временные разницы у нас возникают, когда наше предприятие, юридическое лицо, признает оценочные обязательства, отображает обесценение в бухучете, то есть это уже применение действующих на данный момент ПБУ, создает резервы в налоговом и бухгалтерском учете и переоценивает активы. То есть, соответственно, когда мы применяем новые требования в СБУ, мы учитываем вот эти требования. Но, собственно говоря, в 18 ПБУ закреплено, что балансовый метод можно применять вместо метода отсрочки. То есть, наша новая ПБУ, новая редакция ПБУ законодательно закрепила применение одновременно двух различных методик. То есть у нас глава 25 регулирует налог на прибыль, и 18 ПБУ разрешает использовать либо один, либо другой подход, собственно говоря, на усмотрение предприятия. Даже больше того, то есть у нас может быть не один и второй подход, а вести независимо от бухгалтерского учета может быть налоговый учет, и, соответственно, в этом случае у нас налог на прибыль и налог, неправильно сказала, то есть у нас налоговый учет может быть полностью независимым, и определять разницы между учетами вообще не имеет смысла. Ну, а во-вторых, поскольку у нас теперь мы не так сильно дружим с европейскими государствами, то, собственно говоря, в соответствии нашего бухгалтерского учета и МСФО становится постепенно не такой уж актуальной задачей, и на фоне налоговых изменений не факт, что мы будем дальше развивать тему с соответствием МСФО. Сейчас мы с вами снова переключимся на саму нашу демо-базу, но перед этим хочу сказать вот о чем. То есть на самом деле при работе с финансовым результатом и, соответственно, отражением финансового результата в налоговом бухгалтерском учете практические действия, ну, например, главного бухгалтера сводится вообще к полудиспетчерской, скажем так, операторской функции. То есть первоначальные настройки программы требуют конкретно продумывания той же учетной политики, от тех же определенных моментов, как мы будем отражать производственные процессы. То есть настройка достаточно трудоемкая и достаточно длительная. Но после того, как мы выполнили настройку, если мы не халтурили, заполняли все справочники, которые требуются, всю информацию вводили корректно, то есть вводили наименование, например, налоговых инспекций, наименование других фискальных органов и так далее, то формирование финансового результата в нашем случае сводится к тому, что мы запускаем формирование отчета закрытия месяца. Это на самом деле рабочее место. Выглядит оно у нас вот таким образом. Сейчас мы в него перейдем. И, собственно говоря, задача бухгалтера, главного бухгалтера в том, что он запускает саму эту процедуру. Теперь мы переключаемся с вами на саму конфигурацию. И вот каким образом. То есть мы с вами смотрели НСИ и администрирование, то есть то, что нужно сделать первоначально, первоначальные настройки использования этого нашего ПБУ. И после этого мы с вами касаемся раздела регламентированного учета и закрытия месяца. Закрытие месяца у нас с вами живет в разделе финансовый результат и контролинг. Вот оно, наше закрытие месяца и рабочее место закрытия месяца. То есть, соответственно, когда мы сюда попадаем, мы видим такую картинку, которую с вами только что посмотрели на слайде. Про что я здесь хочу сказать. То есть, во-первых, у нас есть окончательное закрытие месяца и предварительное закрытие месяца. Отличаются они тем, что при предварительном закрытии месяца не происходит пересчет себестоимости материалов, которые используются в производственном процессе, в других, например, при списании и так далее. А при окончательном закрытии месяца пересчитывается стоимость МЦ и, соответственно, получается немножечко другой уже результат. Еще один момент. То есть, мы можем закрыть по всем организациям. Тогда будет закрытие немножко дольше работать. Можем выбрать конкретную организацию. Но здесь есть прелесть. Отличие, так сказать, от бухгалтерии. Водяных бухгалтерий закрытие месяца, особенно в старых версиях, требует монопольного режима, ERP. Это не обязательно. Закрытие месяца происходит в фоновом режиме. Ну, может быть, немножко тормозится, так сказать, работа программы. Но обычно этого не происходит. Когда мы запускаем с вами закрытие месяца, то есть нажимаем «Выполнить операцию», программа срабатывает, как вы видите, и формирование резервов, и начисление арендных платежей. То есть это наши все ФСБУ новые. И, соответственно, финансовый результат у нас сформируется распределение по направлениям деятельности. И, соответственно, сейчас мы немножечко подвинем. Вот так вот. И, соответственно, формирование финансового результата как такового. Если я, например, еще не запустила, хочу поподробнее посмотреть. В этом случае я могу воспользоваться гиперссылками и, соответственно, посмотреть то, что мне интересно. Теперь мы с вами переключимся снова на слайдики. И вот для чего. Значит, у нас с вами, вы, скорее всего, уже сталкивались с таким понятием, как контрольное соотношение. Замелькало оно достаточно недавно в обиходе. И, собственно говоря, переходим именно на контрольное соотношение. Контрольное соотношение. Налоговики сейчас проверяют практически при получении всех отчетов. И, собственно говоря, нарушение в этом плане чревато некоторыми последствиями, какими мы сейчас поговорим. То есть контрольное соотношение у нас будут влиять на ЕНС, то есть на единый налоговый счет и, соответственно, распределение налоговых платежей. Вот вы видите схемку, как можно короче объяснить, что такое контрольное соотношение. Но сейчас налоговики конкретно, например, по НДФЛ проверяют эти контрольные соотношения регулярно, ежемесячно, но по другим налогам свои сроки. Но, тем не менее, этому вопросу уделяется большое внимание. И, ну, скажем так, вот нормативная информация. То есть контрольные соотношения у нас появились в 2023 году. И это у нас был налоговый кодекс. И, собственно говоря, эти контрольные соотношения, как я уже говорила, влияют на единый налоговый счет и на период, на дату, когда будет отражена информация в налоговых документах. То есть если налоговики установили несоответствие, если ваша декларация не соответствует контрольным соотношениям, то в этом случае эта информация будет отражена в ЕНС не сразу и попадет туда немного позже. А вот насколько позже, это вопрос, который зависит от нескольких факторов. Ну, скорее всего, не исключено, что будет применяться метод отложенного учета, когда де-факто будет изменяться сальдо на ЕНС за одним числом. То есть как будто вы сдали декларацию, так как бы без нарушений. Соответственно, вот вы видите здесь на экране отображены условия, когда будут внесены на самом деле на ЕНС нужные значения, а конкретно, то есть не пользу, чем дата уплаты налогов. Ну, собственно говоря, вопрос достаточно болезненный, потому что на ЕНС у нас с вами нет возможности влиять, скажем так, таким образом, что, например, зашел и изменил информацию. То есть там какие-то изменения мы можем вносить только через определенные документы. И поэтому, в общем-то, нужно относиться внимательно к контрольным соотношениям, поскольку в большинстве своем несоответствие контрольным соотношениям показывает, что у вас в отчетности какие-то ошибки имеются. Кроме этого, у нас с вами на данный момент действует еще и налог на прибыль, но, увы, отчет называется налог на сверхприбыль. Это независимо от 18 ФСБУ, то есть применение его или не применение. Это новый налог, который у нас декларировался, что будет носить разовый характер, и, соответственно, мы с вами должны были заполнять декларацию по этому налогу. Поскольку мы перешли с вами к вопросу о декларациях, я хочу обратить внимание на один момент. То есть на экране вы видите титульный лист декларации по налогу на прибыль. Зачем мы его показываем? Это вот зачем. То есть обратите внимание на то, чтобы у вас был новый формат отчетности, то есть который содержит штрих, код, ну и, соответственно, название, кодированное название этого отчета. Почему? Обращаю ваше внимание именно на формы. Сейчас переключимся. Значит, и рекламентированный отчет. Сейчас с вами переключимся на журнал данной налоговой отчетности. А перед этим я хочу пару слов сказать в виде отступления. Значит, у нас с вами в этом году практически налог на прибыль не изменился. Не изменилась форма декларации, но изменились многие другие документы. То есть, соответственно, регламентированные формы отчетов были по НДФЛ, новую форму применяли. И изменений было достаточно много. Поэтому при работе с регламентированными отчетами мы с вами проверяем в первую очередь вот эту пиктограммку. То есть, соответственно, мы выводим информацию о программе и проверяем. Здесь у нас отражается релиз платформы. И вот тут вот мы смотрим релиз самой конфигурации. То есть, соответственно, если вы работаете с регламентированной отчетностью, в первую очередь проверяете соответствие регламентированных форм и актуальности релизов. Мы с вами сейчас работаем на 17-м релизе. Это вообще совершенно свеженький релиз. Но и, допустим, 15-й релиз практически содержит все новые регламентные формы. Но более ранние релизы, естественно, требуют обновления, потому что не только печатные формы претерпели изменения, но и, скажем так, внутреннее содержание, не внутреннее содержание, а формат отчетности тоже был изменен. Итак, после того, как мы с вами проверили, какой у нас релиз, удостоверили, что все хорошо, и мы можем спокойно с вами запускать закрытие месяца и формирование отчета о закрытии месяца, мы с вами... Так, это я попала снова в карточку организации. Мы ее закроем, потому что мы, в общем-то, все, что хотели здесь, посмотрели. И сказать мне хочется вот что. Вернемся снова к нашим слайдикам. Как я уже говорила, в этом году мы используем и ФСБУ, и ПБУ. Так, собственно говоря, что мы, когда должны сдавать? Вот это демонстрирует такая табличка. То есть у нас есть декларация по налогу на прибыль, ну, соответственно, либо ежепортальная, либо ежемесячная. И вы видите все отчеты, которые мы должны сдавать, благо, что они теперь установлены в соответствии по дням, и практически все отчеты мы должны сдавать в единый срок. И, в общем-то, не только... То есть вот эта отчетность, которую мы сдаем регулярно, и, соответственно, ЕНС у нас завязан либо на отчетность, либо на сроки предоставления уведомлений. А еще я сейчас хочу показать вам вот такой слайдик, то есть по отчетности. Как я уже говорила, мы на 25 число ориентируемся. И основная масса отчетов у нас, естественно, в налоговые органы издается, и в социальный фонд. То есть в соцфонд мы даем отчеты по персонифицированному отчету, и травматизм, то есть несчастное страхование, так сказать, соответственно, по установленным тарифам. Но кроме такой отчетности у нас существует еще масса отчетностей. И самое опасное, если можно так сказать, это статистика. Сейчас мы снова переключимся на нашу базу. То есть раздел регламентированный учет. Статистика. Статистику мы должны проверить на предмет того, под какие выборки попало наше предприятие. То есть если по ИНН мы видим, что по выборке какие-то новые отчетности требуют создать, то мы должны потратить несколько минут и эти отчеты сформировать. То есть у нас в разделе рекламентированный учет есть достаточно много новых форм статистики, которые мы должны сдавать. Сейчас я перейду в регламентированную форму. Регламентированные отчеты – это общий журнал регламентированных отчетов. При этом программка вот так себя хвалит. То есть говорит, какая прелесть. Новый сервис – это сервис 1С-отчетность. Не путайте с наименованием блока. Он тоже имеет такое же наименование. 1С-отчетность. И в этом случае по гиперссылке вот этой мы можем перейти, подробно посмотреть, что программка рекламирует. Но в двух словах, это возможность напрямую обмениваться сайтами. Вот вы видите список фискальных органов, которые нам, в общем-то, позволяют такую возможность. То есть сервис на самом деле очень интересный. И завязан он на другой сервис. Это на работу личного кабинета ЕНС. Поэтому я про него вот так вот останавливаюсь, поподробнее говорю. То есть перейти по гиперссылке, почитать про возможности и просто подключиться, нажав кнопку, достаточно несложно. Но здесь есть, как всегда, мелким текстом информация. То есть для подписчиков ИТС-ПРОФ этот сервер доступен бесплатно для одного юридического лица. То есть, естественно, если у вас много юридических лиц, одно какое-то, например, основное юридическое лицо, вы можете подключить бесплатно. А вот для подключения остальных нужно будет платить денежку. Правда, не сильно большую, там порядка 4800 рублей за год. Но это, опять же, зависит от количества лицензий. А если у вас подписка ИТС-Техно, то есть эти подписки имеют разную стоимость, естественно. Если у вас ИТС-Техно, то бесплатного подключения у вас уже нету. И подключение только за денежку. Значит, мы эту рекламку закроем сейчас пока. И, соответственно, у нас вот уже существующая отчетность, которую я сформировала заранее, естественно. Вот у меня декларация по налогу на прибыль, например. Ну, вот я брала деловой союз, в качестве примера мы использовали. Ну и, соответственно, декларация имеет вот такую ссылочку. То есть отправьте отчетность через сервис 1С-отчетность. Это значит, минуя операторов связи, электронных каналов связи, то есть минуя, например, Астрал, СБИС и так далее, можем напрямую на сайте налоговиков разместить свой отчет. Но для этого я должна подключить сервис 1С-отчетность. Это как раз-таки тот сервис, про который мы только что говорили, в связи с рекламой. И, собственно говоря, в этом случае у меня будет доступно, вот мы с вами смотрим, регламентированный учет раздел, единый налоговый счет, и вот он, личный кабинет единого налогового счета. Значит, если я вдруг хочу проверить, а вдруг меня сюда бесплатно пустят, я могу попробовать перейти. И, ну, выбираю вот свой деловой союз, программка думает, и сейчас мне подскажут, что, конечно, пожалуйста, бесплатно только подключите сервис 1С-отчетность. То есть, на самом деле, мне требуется эта отчетность для работы с единым налоговым счетом, а это, так сказать, уже изюминка на торте. То есть, этот сервис очень информативный, удобный. Ну, в общем-то, ради него стоит потратить эти денежки. Теперь вот еще какой момент. Когда мы в разделе регламентированный учет в общем журнале, с вами, например, хочу я проверить статистику. Значит, в этом случае я могу через раздел регламентированный учет зайти или вот через верхнюю строчку меню зайти в личные кабинеты. Обратите внимание, в этом списке личных кабинетов нету личного кабинета по ЕНС. И вот здесь вот у меня есть возможность, ну, это к налоговым органам я могу подключиться, социальный фонд России, бывший ФСС. То есть, здесь у меня результаты проверок, акт, там, пение, все такое. А здесь у меня возможность работать с электронными листиками нетрудоспособности, как вы знаете, они у нас сейчас все, только в электронном формате. И, соответственно, разные социальные пособия. поскольку пособий достаточно много и сейчас изменений в них очень много. То есть, у нас и лимиты изменились, и правила расчетов изменились. То есть, за этим нужно постоянно как бы следить и не отставать, так сказать, от жизни. А вот здесь у нас есть портал статистического декларирования. И если я перехожу по этой ссылке, то по своему ИНН я могу посмотреть, где я попала под какую отчетность. И вот следующий слайдик, который я вам покажу, как раз мы возвращаемся к тому, что, например, на 3 июля 2024 года у нас вот какие сведения должны предоставляться по новым формам отчетов, которые прислала статистика. Как вы обратите внимание, здесь достаточно много сведений про персонал, про заработную плату, ну и так дальше. То есть, проверить, в какую выборку вы попали, стоит. Почему? Потому что с 2021, наверное, года статистика стала применять реальные штрафные санкции. До этого санкции они имели право применять, но в основном это декларативно шло. То есть, писали письма, что вы ж не отчитались, вы ж не забудьте, пришлите нам хоть как-нибудь отчет, хоть по почте, хоть по АТКС, в общем, любым способом. А последние два года статистика применяет эти штрафные санкции реально, и они достаточно большие. То есть, за непредоставление отчетности в первый раз, или за нарушение сроков предоставления, предприятия оштрафуют, штраф составит до 70 тысяч рублей, а при повторном справонарушении до 150 тысяч рублей. То есть, согласитесь, потратить пять минут на то, чтобы перейти по ссылке на сайт статистики, и по вашему ИННу посмотреть, на какие отчеты вы попали, гораздо проще, чем платить 70 или 150 тысяч. Снова на минуточку переключимся на демо-базу. Вот таким образом. Вот. И, как я уже говорила, то есть, в этот перечень не входят личные кабинеты ИНС. Мы можем посмотреть, еще раз вернуться вот сюда. То есть, личный кабинет ИНС там доступен вот из этого блока, то есть, единый налоговый счет. Если мы с вами говорим о прибыли, о декларации на прибыль, как я уже говорила, значит, у нас здесь с вами есть еще один сервис, то есть, 18-е ПБУ, это налог на прибыль, и, соответственно, у нас есть анализ учета по налогу на прибыль. То есть, этот отчет достаточно давно существующий, то есть, соответственно, выбирается период и формируется отчет. Мы можем посмотреть, перейти по интересующим нас разделам, подразделам, посмотреть, то есть, и соответствие бухгалтерского и налогового учета. Кроме этого, да, завершить работу, кроме этого, мы с вами можем в меню регламентированный учет посмотреть те справки, которые у нас формируются, соответственно, при формировании декларации по налогу на прибыль. Еще один очень нечестный отчет, это сверка данных оперативного и бухгалтерского учета, то есть, проверить себя на предмет, правильно ли у нас сформирован отчет по налогу на прибыль. Но, повторюсь, правильность расчета налога на прибыль у нас зависит от правильности заполнения изначальных справочников. То есть, вернусь еще раз в раздел НСА и администрирование. И, соответственно, во-первых, карточки по организациям, по юридическим лицам должны быть заполнены полностью. Во-вторых, учетная политика должна быть выявлена, продумана и, соответственно, заполнена. И, кроме того, не забывайте про безопасность, про то, что может прийти внезапно какая-то проверка. То есть, у вас должны быть распечатаны все ваши учетные политики, заверены. Ну, то есть, соответственно, документ оборота должен соответствовать всем требованиям. И после того, как мы заполнили справочник организации, соответственно, структуру предприятия, заполнили данные про все налоговые инспекции, куда мы должны. Собственно говоря, передавать информацию не забыли. Зайти в раздел регламентированный учет и просмотреть, что мы здесь не заполнили. Ну, собственно, раздел инсы и администрирование зависит от того, насколько вы продумано и внимательно читаете пояснение к каждому пункту и какие чекбоксы, то есть, красивые зеленые галочки вы проставляете в этих настройках. На этом, к сожалению, наше время уже закончилось. И мы с вами переходим к нашим слайдикам. и я хочу снова вернуться к титульному листу и показать снова вам титульный лист с нашими контактами. То есть, напомнить вам нашу электронную почту, наши телефонные номера и другие каналы связи и пригласить вас к сотрудничеству. Мы выполняем весь спектр работ, связанных с программным обеспечением 1С, то есть, и продажи, и настройки, и доработки. Так что, милости просим вас к сотрудничеству. Мы очень благодарны вам за время, которое вы нам уделили, за внимание. Надеюсь, что мы вам еще пригодимся. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. На этом разрешите закончить нашу встречу, пожелать вам всего доброго и хорошего дня. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...